Итак, Григорий, хочу еще раз напомнить, что у нас на сегодняшний день в абсолютно прямом эфире происходит передача, которая называется «Счастье – это когда ты знаешь». И у нас в гостях Григорий Макарон, коуч-тренер, лайф-коуч-тренер из Л.А., из Лос-Анджелеса, человек, который выводит из любых лабиринтов бытия и помогает людям знать и чувствовать свое место в этой жизни и избавляться от пагубных привычек. Итак, есть у нас еще один последний звонок. Опять же, девушка Ольга из Бостона. И вот что она вам, Григорий, пишет. «Вышла замуж не по любви. Есть ребенок, 4 года. Мужа своего ненавижу. Мы почти не разговариваем последнее время, только по делу. Надоела такая жизнь. Что посоветуете?» Ну, смотрите, первое, что сразу просится, эти два вопроса, вот предыдущий вопрос, который был, они такое впечатление, что они перекликаются. Дело в том, что неудовлетворительные семейные отношения – это такой же бич нашего общества, как и алкоголизм. Официальная статистика говорит, что где-то около половины семей разводятся. Ну да. И другая половина, которая не разводится, там очень большой процент, у меня нет этой статистики, но это людей, которые живут в напряжении. То есть они не разводятся только потому, что они хотят сохранить семью. Кто-то сохраняет ее для детей, кто-то сохраняет, потому что он привык так жить. Но вот я могу сказать про себя, я тоже родился в семье неблагополучной. Неблагополучной почему? Потому что у родителей было очень много напряжения. Они не знали, как создать благостные отношения, они были искренне преданы своей семье, они работали, единственная задача была обеспечить семью. Но они не знали, как создать дружеские отношения. Вот смотрите, то, что вы вышли замуж не по любви, это уже большой, так сказать, брак в вашем браке. Отношения надо складывать изначально так, чтобы у вас была, ну, если уж не большая любовь, то хотя бы какая-то романтическая связь с вашим партнером. Хотя бы. А потом же рожать детей, правда? Смотрите, на самом деле, видите, я много путешествовал в разных странах, скажем, в таких странах, как Индия. Там выходят замуж вообще по сватовству. И очень часто мужчина видит свою жену только во время свадьбы. Обалдеть. И это, но, вы знаете, у них процент развода гораздо меньше. Почему? Потому что оба партнера подбираются по гороскопу, по кожей. И семья, вот внимание слушайте, семья это не развлечение, это не развлекушечка, когда ваш бойфренд, с которым у вас есть страсть, оказывается потом вашим мужем. И вдруг оказывается, что он абсолютно вам не подходит. Страсть проходит, как правило, через несколько месяцев, от 6 до 18 месяцев. И вдруг два человека встречаются и понимают, что они друг друга совершенно не знают. То есть во время страсти они жили в этом розовом дыму, угарах, сексуальных утех. А потом, когда им надо строить жизнь, они вдруг начинают понимать, а кто этот человек? Я его абсолютно не знаю. Так вот, когда люди подбираются по гороскопу, то подбираются очень хорошие партнеры для бизнеса, который называется семья. Где надо вырастить детей, где надо научиться зарабатывать деньги, где надо научиться, как друг к другу относиться. Это самый серьезный бизнес, бизнес семьи. На работе можно притворяться и выполнять свою работу. В семье вы притворяться долго не сможете. Почему? Потому что, как в этом вопросе, появляется ненависть. Появляется агрессия. Когда у женщины появляется агрессия, эта семья обречена. Внимание всем женщинам. Женщине достаточно только плохо думать про своего мужа. Ничего больше. Только плохо думать. И она его уничтожает. Я не удивлюсь, если такой мужчина через какое-то время либо будет искать другую женщину, либо начнет пить, либо начнет изменять, либо у него начнет появляться какая-то болезнь. Либо все вместе. Да, либо все вместе. Вы правы. Почему? Потому что мы имеем дело с огромной, сильной, непроявленной внешне, но очень сильно направленной женской агрессией. Это энергия. Это все равно, что вы все время посылаете с глаз своему мужу. Вы посылаете во Вселенную энергию неудовлетворенности. Но вы вредите не только мужу, вы вредите и своим детям. Почему? А, они живут в экологически нечистой семье, где есть энергия, собственно говоря, если вы ненавидите мужа, вы его проклинаете. А также вы заряжаете негативным пространство вокруг вас. И передаете детям это же настроение. Или говоря таким языком более изысканным, вы им карму передаете. Ну да. Поэтому первое, что нужно сделать сейчас, взять на себя ответственность за эти отношения и принять, и понять, что вы являетесь виновницей того, что эти отношения не вышли, не получились. Вам нужно обратиться к специалисту. Я думаю, они вам помогут. Я также буду рад вам помочь в этом, если у вас есть какие-то сложности в семье или в личных отношениях. Итак, спасибо огромное, Григорий. Вы сегодня так интересно рассказывали, столько вопросов мы подняли, и вы на них все ответили. Сразу видно настоящего специалиста и профессионала своего дела. Итак, уважаемые друзья, хочу напомнить вам, что мы находимся на радиостанции «Сангейс». Телефон нашего прямого эфира 847-226-9956-847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, оставляйте свои пожелания и вопросы для нашего замечательного Григория Макарона, который является коуч-лайф-тренером и помогает людям выходить из лабиринтов тяжелых ситуаций бытия, которые преследуют нас всю, собственно говоря, жизнь. Итак, Григорий, спасибо огромное, я думаю, мы с вами встретимся в этот же день и в это же время, на следующей неделе. Всего хорошего, намасте, будьте благословенны, до свидания. Намасте, всего доброго, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин